Всем привет, с вами Крюго ТВ. Извиняюсь за долгое отсутствие, но сейчас я вернулся и буду продолжать делать видео. Итак, речь у нас сегодня пойдет опять об С3, о том самом легендарном С3, но уже с топовой пушкой и башней. Пушка у нас стала теперь с отличным пробитием от 153 до 281 и урон остался такой же от 500 до 800 единиц примерно. Итак, а перезарядка стала меньше, то есть 12,7 секунды. Попали мы в Б8 уровня, из самых опасных противников у нас наверное 2 КВ-2, если у них шайтан трубы стоят, и 2 тигра вторых. Вот это очень опасные противники, вы наверное уже знаете почему, все наверное смотрели мое видео, кто не смотрел, разумеется, посмотрите. Они были чуть раньше, на втором тигре можно творить что только не снилось. В принципе, С3 машина тоже очень хорошая, на ней тоже очень много что можно сделать, но орудия конечно здесь немного не этого плана. Там оно выдает за эти же 13 секунд, наверное, ближе к тысяче с лишним урона, а здесь только может выпасти 500. Итак, мы здесь смотрим, подъезжаем к арке в центр и смотрим противников, не очень-то что-то видно, то ли разъехались, то ли нет. Вот проснулся КВ-1 после своей спячки и ему можно втащить. Втащили почему-то мы по гусеницам, непонятно почему. Естественно, он нас пробивать не должен, хотя бывает и не такое случается, я не удивлюсь, если рано или поздно у нас чем-нибудь как-нибудь там пробьет. Мы даем первый дамаг, вылетает в принципе нормальный урон в 650 единиц, но как бы КВ-1 нам все равно с одного выстрела никак не забрать. Это меня печалит, разумеется. Итак, добираем его и едем дальше. Наши начали захватывать базу, значит противники будут ее сбивать. Это логично и закономерно, если команда противника более-менее толковая, она, разумеется, будет пытаться сбивать. Итак, мы встречаем здесь очень опасного противника Тигра 2. Он нам очень сильно дает в корпус. В принципе, уклониться от его плюшки там никак нельзя. Поэтому мы будем играть через башню. Он на нас вообще не смотрит, а мы будем пробовать попадать ему в лючки. Конечно, точность у нас хуже, чем у этого Тигра. Скорострельность хуже. Ну, в общем-то, по параметрам, по всем, эта пушка проигрывает, кроме альф-дамага. То есть 500-800 единиц Тигра, разумеется, за раз не выдает. У нас вышел максимальный урон 813... А, нет, это не максимальный, но тоже неплохой 813 единиц урон по его башенке. Это его, видимо, огорчило. Сейчас мы попробуем это повторить, если он двигаться не будет. Стоять, кошка! Стоять, я сказал. Стой! Стой, 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 стой! Стой! Ладно. Раз он едет, мы тоже поедем. Клинчеваться с Тигром 2-ым, это, в принципе, тоже занятие достаточно бесполезное. Объясняю, почему. Он нас выше и будет выцеливать нам спокойно крышу башни, в которой брони у нас вообще нет. Ну и, разумеется, лючки. Итак, мы едем на велосипеде дальше и будем пробовать его теперь пробивать в нижний бронелист, который нам просто идеально подставил. Сводиться обязательно до конца надо, потому что эта пушка достаточно косая. Сколько раз уже повторять это можно. Вот, поэтому сводимся и даем бабах. Если играть вот так в перекаты, в какие-то, откатился, перекатился, дал дамаг, уехал за камень, то ИС-3, конечно же, выигрывает у Тигра 2. У Тигра 2 урон меньше разовый, чем у нас, поэтому играть в перекаты такие, в качельки, нам очень-очень удобно. Почему-то не попали мы. Ну, в принципе, это не очень-то, конечно, удивительно. Попали мы ему в гуслю, и сейчас вот у него торчит тут какой-то крайший корпуса. Добиваем, не высовываясь под ствол. Есть у них еще один Тигра 2. То ли он нафы кашет, хотя вряд ли он вроде отъехал от Респа. И мы едем его забивать. На мяско. Будем топить котов. Ну что ж, какие у меня впечатления от ИС-3. Машина, конечно, неплохая, но Королевский Тигр мне понравился больше за счет его скорострельного, мощного, убойного орудия. Здесь орудие тоже хорошее, но вот перезаряжается оно достаточно долго, и это меня очень сильно печалит. Брони у нас, в принципе, как таковой, тоже не особо-то много. Нас выцеливают, нас пробивают, в башню тоже иногда урон проходит по этим лючкам. В общем, ничего такого выдающегося вроде как и нету. Возможно, с топовым корпусом все намного лучше. Видимо, Тигр 2 решил пофкшить. Что ж, мы доберем это мяско для себя. Взрываем ему БК. И едем. То есть, в принципе, ИС-3 неплохой. У него есть динамика, есть броня, которая иногда спасает, особенно если танковать от башни. Ну и, в принципе, неплохое орудие. Но, к сожалению, все тут как-то относительно. Броня есть, но она не очень-то спасает. Да, динамика для тяжа хорошая. И пушка вроде хорошая, но она косая, а промах стоит очень дорого здесь. Очень-очень дорого. Если стрелять и мазать всегда, ты не только будешь в прямом смысле платить за свои снаряды очень много, но еще и в какие-то важные моменты не попасть. Это будет более критично, чем на Тигре 2. Потому что у Тигра-то перезарядка 5 секунд, а у нас 13. Ну что ж, все, кому понравилось это видео с моими 7 тысячами урона, это больше, чем вся наша команда нанесла, ставьте лайк и с вас подписка. С вами был Крюга ТВ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok